Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Самарское зерно пойдет на экспорт. В город с деловым визитом прибыла делегация из Ирана. В долгах, как в шелках, судебные приставы нагрянули к злостным неплательщикам алиментов. Детские площадки, парковочные места и полноценный скейт-парк. Какие еще изменения ждут дворы Кировского района Самары? Поддержка семей с детьми и развитие системы образования. Губернатор Дмитрий Азаров во время рабочего визита в Москву провел встречи с главами двух министерств труда и социальной защиты, а также науки и образования. Одной из центральных тем встреч стало исполнение задач, обозначенных президентом страны. В послании Федеральному собранию президент озвучил комплекс принципиальных для российских семей решений. Программа материнского капитала продлена до конца 1926 года. При этом право на его получение теперь есть у родителей первенца. После индексации с января 2020 года его сумма превысила 466 тысяч рублей. После рождения второго ребенка она будет увеличена еще на 150 тысяч. Глава Минсоцтруда Антон Котяков отметил, что большинство бумажных процедур по оформлению этой меры поддержки будет переведено в электронный вид. А родителям нужно будет только подать заявление. Также губернатор Дмитрий Азаров встретился с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Обсуждали вопросы развития Самарской научной школы. В Самарской области НОЦ появился одним из первых больше года назад. Это консорциум индустриальных партнеров, таких как Госкорпорация, Ростех и Роскосмос, производственных предприятий, научных организаций и ведущих вузов. НОЦ 63-го региона будет претендовать на получение статуса научно-образовательного центра уже в этом году. Обсуждали вопросы создания и функционирования НОЦа на территории Самарской области. Я рассказал, как региональный НОЦ работает. Мы обсудили возможные перспективы участия в Самарской области. Налаживают торговые связи. С рабочим визитом в Самару прибыла делегация из Ирана. Сотрудничать начали еще 10 лет назад. Особенно гостей интересует увеличение экспорта зерна. Что готова предложить иранская сторона, узнала Лариса Шалафаст. Российское зерно на вес золота. Торговые отношения с Ираном налажены у Самарской области давно. Из нашего региона поставляется сельхозпродукция, прежде всего зерновые и масла. Из Ирана это в основном керамика и текстиль. Но перечень продукции на экспорт можно значительно расширить, уверены самарские производители. Мы хотели бы расширить перечень тех экспортных материалов, которые мы туда в данный момент экспортируем. То есть помимо зерна это еще могут быть и удобрения, это могут быть многие промышленные продукции, которые выпускают наши области. Внешний торговый оборот между Ираном и Самарской областью за 19-й год увеличился в пять раз и превысил 110 миллионов долларов. Потенциал для сбыта продукции большой. У Ирана огромный торговый потенциал. Это фрукты, сухофрукты, овощи. Также возможно более тесное сотрудничество в туристической сфере. Расширение сотрудничества возможно как в плане создания совместных торговых домов, по аналогии, как это было сделано в таких городах, как Астрахань, Волгоград и Саратов. Мы изучаем этот опыт коллег. Он представляется нам достаточно перспективным. По итогам прошлого года экспорт продукции АПК Самарской области превысил 315 миллионов долларов. В своем послании губернатор Дмитрий Азаров особенно подчеркнул. Для дальнейшего роста экспорта сельхозпродукции создание производств с высокой добавленной стоимостью необходимо изменить критерии отнесения инвестиционных проектов в сфере переработки сельхозпродукции к ряду стратегических, снизив пороговый объем инвестиций с 650 до 200 миллионов рублей. Это позволит инвесторам получить более значимый объем прямой господдержки. Наращивание объемов экспорта необходимо и для того, чтобы обеспечить рентабельность сельхозпредприятий, гарантировать им конкурентные цены на продукцию. Лариса Шлафаст, Григорий, Плешаков, События. Не содержат детей и не платят по счетам. Самарские приставы проехали по адресам, где живут злостные неплательщики алиментов. Как показывает практика, должников проще всего застать дома утром. Вместе с судебными приставами оправдание выслушал и наш корреспондент. К утреннему визиту судебных приставов хозяин этой квартиры в доме на южном проезде явно оказался не готов. Мужчина задолжал своему сыну более 700 тысяч рублей. У него уже три уголовных дела за неуплату алиментов. Платить по долгам не торопится, поэтому силовики пришли к нему лично вручить требования о явке к судебному приставу. Такие визиты к алиментщикам у приставов каждую неделю. Только в одном советском районе Самары проживает более 300 должников. Силовики приезжают к тем, кто не платит алименты более двух месяцев. Следующий адрес – квартира на Балаковской. У должницы дочь с ограниченными возможностями. Женщина объясняет ситуацию тем, что вновь потеряла работу. Изначально направляется постановление о возбуждении исполнительного производства. Должник, если заинтересован в своих задолженностях, он сам приходит. Если он не приходит, то мы направляем требования, то бишь это повестка, вызови на прием. Опять же не приходит. Тогда мы либо сами идем к нему на участок, выходим, где он проживает, чтобы установить его факт проживания. Либо выносим постановление о приводе. Всего областные приставы ведут более 10 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Более 7 тысячам должников ограничили выезд за пределы страны. Около 2 тысяч временно лишились права управлять транспортными средствами. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов. Сергей Баскин. События. Изучила проекты благоустройства дворов, а недочеты взяла на карандаш. Глава города Елена Лапушкина совершила объезд Кировского района Самары. Дворы от снега и наледи здесь очищают несколько муниципальных бригад. В первую очередь освобождают подходы к садам и школам. А летом многие дворы ждет преображение. В них появятся спортивные площадки, футбольные поля и даже место для катания на скейтах. Слово Андрея Горгуленко. Слаженная, почти синхронная работа дворников и ни следа не остается от ледяного наката. Он образовался у детского сада номер 61 из-за небольшого перепада высот, когда подтаял снег при теплой погоде. И хотя соседний тротуар вычищен полностью, за этим склоном почему-то не доглядели. И глава Самары Елена Лапушкина во время рабочего объезда Кировского района обратила внимание на этот недочет. Теперь ошибки исправляют. В Кировском районе ежедневно работают несколько муниципальных бригад по расчистке наледей и снега. В первую очередь отрабатывают подходы к объектам социальной сферы и обращения жителей. Помимо того, что, безусловно, план работы у нас сформирован, уже отработан на протяжении нескольких лет, мы прислушиваемся в первую очередь к обращениям жителей в социальных сетях. Это сети Twitter и Instagram. Также по телефону. Такие же замечания во время объезда Кировского района у мэра возникли и к очистке двора на Карла Маркса 424. Двор расчистили оперативно. Жители признаются, такая ситуация редкость. Старшие по дому регулярно контролируют качество уборки. И, если есть замечания, сразу обращаются в управляющую компанию. Каждый день, значит, у нас вот такая территория проходится. Но не всегда бывают, конечно, нюансы. Тут же сразу обращаемся. Сразу приезжает техника, уборка, дворники, значит, и убирается территория. Но во время объезда Кировского района говорили не только о недочетах. Глава Самары познакомилась с проектами благоустройства дворов, которые преобразят в этом году. На Ташкентской 114 установят новую контейнерную площадку, сделают дополнительные парковочные места, новые проезды к Ташкентской и Колизею, что позволит разгрузить сквозное движение через двор. Та же самая проблема, мы ее решаем за счет парковок, новых проездов и стык с Ташкентской, чтобы сократить транзитное движение, оно будет сразу выезды. Объем все расписано, задание технической торги уже практически готово. Небольшие спортивные площадки, футбольное поле, несколько игровых площадок с песочницами и антитравматическим покрытием. Все это появится к удовольствию детей. В Большом дворе сразу нескольких домов на Карла Маркса 372-382. А для родителей удобные пешеходные дорожки для прогулок и дополнительные парковочные места. Местные жители могут быть уверены, что их проект будет реализован качественно. По соседству есть сквер Дубовый-Колок, который привели в порядок в 2018 году. И жители пришли поблагодарить главу города за благоустройство. Вот так вот у нас. Вы знаете, это просто. У нас сейчас, во-первых, сквер теперь. Город Зеленхоз убирает. Сейчас вот дорожки все почистили. У нас шикарная для малышей площадка. Дети и все довольные жители. Преображение ждут и в сквере в поселке Зубчениновка на пересечении улиц Александра Невского и Транзитной. Помимо традиционных элементов благоустройства, освещения, газонов, дорожек и детских площадок, в проекте реконструкции территории есть своя уникальная деталь. Жители хотят построить скейт-парк. В районе много детей, занимающихся этим видом спорта, который теперь стал олимпийским. Дело в том, что это около фоку очень много народа разъезжает. Вот именно скейт-площадка, и это был сход жителей и востребованность детей. Это настолько было востребовано, что вот поэтому мы оставились на этой скейт-площадке. Всего в Кировском районе в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» преобразят три двора и один сквер. Работы на объектах начнутся весной. Глава Самары Елена Лапушкина пообещала летом проверить, как ведется благоустройство. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Четыре дома в железнодорожном районе Самары стали первыми в регионе, которые получили компенсацию расходов за проведенный энергоэффективный капремонт. Новая госпрограмма предусматривает возмещение затрат на приведение в порядок системы отопления, водопровода и электричества до 5 миллионов. Как жильцы могут стать участниками программы и каким критериям должно соответствовать их жилье, узнавал Олег Зверев. В этом доме на улице Никитинской, 53, уже стало заметно теплее, причем платить за тепло жители стали на треть меньше. Здесь был проведен капитальный ремонт системы отопления, согласно современным требованиям энергосбережения. По словам главного инженера управляющей компании, трубы утеплили. За эффективностью потребления ресурсов следит автоматика. После реконструкции мы внедрили сюда насосную циркуляционную схему с погодным регулированием теплоносителя, что выражается в экономическом эффекте. На 35 процентов. На 35 процентов почти, да. Уменьшили затраты на отопление. Кроме того, затраты на проведение ремонта теперь будут компенсированы за счет федерального бюджета. Такую возможность дает новая госпрограмма, которая реализует фонд содействия реформированию ЖКХ. И впервые в России возмещение расходов на проведение энергоэффективного ремонта получили 4 дома в железнодорожном районе Самары. Эти 4 дома получат 80 процентов компенсации от той суммы, которую они потратили на энергоэффективные работы. Это возврат тех средств, которые они потратили, поэтому они их дальше могут использовать по своему усмотрению. Но я знаю, что эти дома, эти люди, председатель ТСЖ и управляющая компания, которая здесь работает на этих домах, они настроены на повторную подачу заявки. Закон это не запрещает, соответственно, выполнение каких-то иных работ. Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ занимается продвижением программы и помогает жильцам стать ее участниками. На совещании, которое прошло в Самаре по инициативе центра, были вручены сертификаты и озвучено, что сегодня заявки на участие в программе подали еще 34 дома в Самарской области. А уже в ближайшее время их число будет расти. Для этого нужно провести энергосберегающие работы и выполнить ряд условий. Много параметров. Это и серия, это и материал, сделанный домом, это и показания приборов учета. Ну, единственное, есть ограничения, какие дома могут получить поддержку. Это дома не старше 60 лет и не моложе 5 лет. Это дома, обязательно, у которых открыт спецсчет в рамках сбора денег на капремонт. И, соответственно, там обязательно должны быть приборы учета. И дом не должен быть признаваться аварийным. Максимальная сумма, которую может получить от государства дом, где проведен энергоэффективный капремонт, 5 миллионов рублей. Однако позже ТСЖ может подать повторную заявку. Важно, чтобы эти работы продолжались. Привели в порядок отопления. Можно взяться за электричество. Завершили работы в одном доме. Беремся за следующий. И наша с вами задача, и ваши, в том числе, коллеги, которые уже стали победителями, помочь соседям, друзьям принять участие в этой программе на 20-е и следующие годы. Теплый дом – главное при планировании затрат на его содержание. Ведь это та статья расходов, которую возмещает государство. А 5 миллионов можно снова направить на работы по энергосбережению. И снова получить компенсацию. Олег Зверев, Константин Головин. События. Рядом с перекрестком улиц Фрунзе и Красноармейской может появиться сквер семьи Аксаковых. Знаменитые самарцы руководили губернией в 19 веке и написали известную во всем мире сказку «Аленький цветочек». Как к идее городской власти увековечить память Аксаковых и привести в порядок уголок исторической части Самары отнеслись местные жители, расскажет Сергей Кизоркин. Быть скверу семьи Аксаковых или не быть, решали жители на общественных слушаниях в Доме архитектора. Было представлено два проекта – от Технического университета и Архитектурного бюро. До этого горожане через интернет уже выбрали место, где установят в скульптуру «Аленький цветочек» на углу Фрунзе и Красноармейской. Споров не возникло 80% за то место, где стоял дом Аксаковых. А вот насчет того, как должен выглядеть сквер, возникли вопросы. Видно, вот эта вот растительная зона, которая сохранит покой жителей. И совершенно вот, ну, минимализм может быть здесь, я не знаю, вы специалисты. Но очень милая вот эта, и скульптура очень хорошо вписана. Эта решетка рифмуется с особняком Курлиной, с воротами. Почему мы этот проект? Один из предложенных проектов предполагает, что в центре сквера будет небольшая площадка из плиточной мозаики с памятником семьи Аксаковых и несколько скамеек вокруг. Остальную территорию займут деревья и кустарники. Альтернатива – трехкаскадная стилизованная площадка. Разбросаны 30 страниц с текстом известной во всем мире сказки «Аленький цветочек». Ночью они будут подсвечиваться лампочками. Книгу написал в 19 веке Сергей Аксаков, отец самарского губернатора, для своей внучки именно во дворе своего дома. Памятник, где увековечит все семейство, тоже займет достойное место. Оба проекта довольно интересные, но я считаю, что проект должен быть выбран тот, который бы устроил не только эстетически, не только принципиально и Аксаковский комитет, и жители города, но чтобы и жители этого дома, фронт 161, были удовлетворены, чтобы это не помешало их спокойствию. Семейство Аксаковых знаменито не только сказкой. При губернаторе Григории Аксакове в городе появилась больница на Полевой, и сейчас она носит имя Пирогова. Построили гимназию и училище. Открылся телеграф и железная дорога до Оренбурга. И проголосовали жители за размещение данного памятника на углу улиц Фрунзе и Красноармейской. И красивое его обрамление. То есть создание уникальной среды, благоустроенной для жителей города. И мы рассчитываем на то, что это место станет визитной карточкой города, любимым местом горожан. По замыслу авторов двух проектов сквера он будет называться «Аленький цветочек». На первом этапе выбирали один из двух проектов. Дальше голосование. Если самарцы проголосуют за, то новое место отдыха появится уже в этом году. Его сделают на деньги федерального проекта «Комфортная городская среда». Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Блестящее будущее, причем в буквальном смысле, обещают подземки работники Самарского метрополитена. Станции метро «Победа» и «Безымянка» приводят в порядок к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Отремонтируют все от уличных павильонов до подземных помещений. Как ведутся работы, расскажет Сергей Кизоркин. Ремонт станции метро «Победа» начинается в час ночи и продолжается до пяти утра. Когда не курсируют электрички, старший тоннельный мастер Алексей Гореев со своей бригадой приступает к работе в приподнятом настроении. Задача ко дню «Победы» привести в парадный вид платформу. За работой вспоминают родственников ветеранов и тружеников тыла. Героические истории прошлых лет вдохновляют, но трудовые подвиги сегодня. Родители и дед мне, отец, они все войну прошли. Как говорится, нашу родину мы не подведем. У нас работают ребята на высоте, вот они с вышек работают. У нас также имеются мотовозы, которые тоже обеспечены вышкой. То есть там гидравлическая вышка, также поднимаются они и все это осуществляется, делается. Также бригады у нас маляров, все поддерживают порядок. До 9 мая нужно успеть много привести в порядок бетонные основания железной дороги, гидроизолировать деформационные швы, провести косметический ремонт потолка, вымыть плафон и люстр, поменять лампочки, натереть до блеска на стены изображения символов Великой Отечественной войны, очистить стены, отремонтировать скамейки, кассовый зал и переходы. Понимают ответственность и то, что все-таки великий праздник, 75-й годовщины Победы, поэтому с энтузиазмом как бы работают. 9 мая станции будут блестеть, должны соответствовать праздничному настроению, чтобы люди, которые будут пользоваться метрополитеном и 9 мая, и в праздничные дни, вот чтобы все были довольны. Пассажиры метро рады, что станции подземки отремонтируют к майским праздникам. В целом, конечно, так-то все вроде симпатично все смотрится, но так просто марафет на месте навести, ну, легкую пабелку сделать, может быть, освещение получится, там еще что-нибудь такое, элементарно еще. Наземные павильоны тоже приведут в надлежащий вид. Планируются вот те павильоны, которые по станции Победы есть, торцевая стена обоих павильонов, которые к улице Победы, они будут украшены аппликацией, посвященной 75-летию Победы. Наподобие витража будет. На 1 мая все будет готово. Еще одна станция Самарского метро будет приведена в порядок ко Дню Победы. Это Беземянка. Ее интерьер посвящен труженикам тыла. Здесь очищают мраморные колонны и мозаику на стенах. Ее отремонтировали к 70-летию Победы при капитальном ремонте станции. Косметический ремонт на этот раз коснется как свода и кассового зала, так и переходов. Праздничное оформление коснется и внешнего вида одной из электричек, которая будет ездить 9 мая. Финальным штрихом в оформлении станции метро Победа будут портреты советских маршалов, которые разместят на стенах слева и справа от парадной лестницы. Это полководцы, награжденные Орденом Победы. Жуков, Василевский, Сталин, Конев, Рокоссовский, Малиновский, Толбухин, Говров, Тимошенко, Антонов. Сейчас их имена находятся на мемориальной доске. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Экспонаты с полей сражений и самарские студенческие поисковые отряды представили свои находки на выставке в Самарском колледже сервисных технологий и дизайна. Акция приурочена ко дню памяти юного героя-антифашиста. Что удалось найти самарцам во время экспедиции, узнала наша съемочная группа. Патроны, ложки, осколки снарядов. Все эти экспонаты – находки самарских студенческих поисковых отрядов. Раскопки ввели в Ленинградской области. Очень интересные вещи. Вот, допустим, это мыльница, которая была нами обнаружена. Она принадлежит советскому солдату. Студенты не только находят вещи солдат в местах, где проходили сражения, но и ищут информацию в архивах. Есть ребята, которым нравится больше архивный поиск, и они занимаются архивным поиском. То есть устанавливают личность бойца, его судьбу, что с ним произошло, ищут его родственникам, рассказывают. Выставка находок в Самарском колледже сервисных технологий приурочена ко дню памяти юного героя-антифашиста. Он был утвержден в 1964 году Ассамблеей ООН в честь погибших участников антифашистских демонстраций. В этот день были расстреляны пять мальчишек-парижан, не предавших своих друзей-подпольщиков. Помимо выставки, в акции приняли участие юные представители Дома дружбы народов. Они рассказали о подвигах детей на войне и вкладе людей разных национальностей в борьбу против фашизма. Прозвучало поручение губернатора Дмитрия Игоревича Азарова по поводу поддержки всех социальных проектов победной направленности, которая действует на территории региона. И наше общественное движение, общественная палаца Амарской области, общероссийский народный фронт. Мы очень активно включились в этот процесс. В библиотеку Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна переданы издания самарских авторов-фронтовиков. Диск с записью фильма, который в дальнейшем будут показывать во время тематических классных часов. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События. Крестьянство, дворянство, мещанство. Увидеть особенности и традиции разных слоев населения дореволюционной России через кукольные наряды. В Самаре открылась выставка авторских кукол. Свои работы представили более 30 мастеров со всей области. Погрузилась в рукотворную историю и Мария Левина. Это старец, который по легенде охраняет Волжские горы. Именно так его представляет Алла Хайрова. Она уже 20 лет создает куклы из ткани и других подручных средств. Самая любимая техника – плетение из лыка, обработанные липы. Теплые чувства именно к этой технике, рассказывает рукодельница, привила бабушка, когда Алла гостила у нее на каникулах. В деревне не было игрушек, время шло медленно, но бабушка спасла ситуацию. Своё творчество женщина посвящает именно ей и своим тёплым детским воспоминаниям. Бабушка меня взяла за руку, посадила на скамью. И вот что у печки у ней стояло, вот такая большая кисть, она её взяла и на моих глазах, как сказал, не плачалька, сейчас я тебе сделаю куклу. Вот это вот всё во мне сохранилось. И настолько вот я с теплом и с любовью отношусь вот к этим, все это образ, как моей бабушке, всё равно присутствует вот именно здесь. В коллекции мастера – детские куколки и обереги. Этот, например, кукла-талисман, которая помогает женщинам успевать везде и на работе, и хозяйство вести. Над такой мастерица трудилась три дня. Галина Бардукова куклами занялась случайно. Всю жизнь проработала учителем, вышла на пенсию и отправилась в круиз. Там попала на мастер-класс по плетению кукол. Это её так увлекло, что в последние два года она ни дня прожить не может без творчества. Каждая кукла несёт такое тепло рук мастера, что просто хочется творить, созидать и наслаждаться этим. Здесь тот самый момент, когда от крестьянки до барыни рукой подать. На выставке авторских кукол мастера со всей области представили более 300 работ. Выставка проработает до начала весны. Мария Левина, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершён. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самары Гиз на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...